Ну что, с приездом у нас мы дома. Игорь поехал работать. Я зашла домой, Симка нас ждал. Да, ждал. Ура! Быстро! Слушайте, 4 часа, мы выехали в 8, приехали после 10, пока туда-сюда, пока все дела, пока заехали в гости. Классно. Съездили в другой город. Слушайте, как в отпуске побывали. Вот правда, попадая на трассу, прокатившись туда-обратно, ощущение, как будто бы вот правда, съездил в отпуск, вернулся домой. Мой настроение хорошее, заряд бодрости, просто вообще огонь-огонь. Так, включаем свет на кухоньке, на нашей кухоньке. У меня есть специальный брелочек. Вуаля! Красота! Слушайте, я только вот хотела сделать эти пирожки, и Сашка умотала. Игорь говорит, ну и что? Пусть Сашка умотала. Я-то хочу пирожки, я-то буду. Сегодня-то, наверное, уже нет. Не успею. Ну, 4 часа, пока тесто. Тесто час-два надо, чтобы это все дело. На ночь наедаться. Попробую все это дело завтра приготовить. Вот так всегда. Ребенок из дома. Родители всякую вкусноту готовят и делают. Но ничего. Сашка приедет, гости приедут. Какую-нибудь еще вкусняшечку сделаем. Пишет, наверное. Я ей сразу отписала, что, Саш, мы приехали, все ок. Окей. Ответила. Хорошо, когда есть мобильный телефон. Хорошо, когда есть всякие мессенджеры, в которых ты быстро можешь сообщить. Совершенно экономия деньги, да? Потому что звонки и сотовая связь, это в любом случае денежка. А так все на домашний Wi-Fi переключилось, быстро все отправила. По трассе прям полностью трассу. Интернет не покрывает, но там, где есть вышки, там, где есть населенные... Кто идет? Населенные пункты, месторождения. Там и интернет есть. Привет! Привет! Ты скучал? А? Привет! Сим! Вот так! Сим! Сим! Мы тоже с котиком познакомились. Он такой серенький, веслоухий. Иди сюда. Сим! Вот так. Плюх. Плюх, Винни-Пух. Иди сюда. Давай. Давай свое ухо. Он так любит, чтобы уши чесали. Давай. Ты меня комар, видите, укусил? Я его прибила. Вот так. Вот так. Да? Вот так. Да. Вот любит, любит, чтобы ему ушки почесали, почесали по поласику. По поласику. Вот так вот почесали, почесали по поласику. Кайфушечки. Да и кайфушечки. Представьте, комарищи какие. Как эти. Как слоны. И Симочку покажем во влоге. У нас есть зрители, которые любят Сима. Просит его показывать. И детки любят, зрители, которые смотрят нас тоже. Симочку нашего любят. Вот так вот не любят. Ухо. И вот так вот, знаете, по ковру. И второе. Не, он прям второе подставляется. Да? Так. У меня заморгала батарейка. Давайте по-быстрому покажу, что купили. Это было с собой взято. Хлебушек. Багет. Так. Планшет тоже был с собой взят. Вот такой вот лаваш большой. Это с собой брали. Здесь булочка хранцузская. Здесь две сосиски в тесте. Это нас угостили Жанна, наши друзья. Она сама готовит и делает сыр. Этот сыр надо прижаривать на сковороде и свинишкам белым. Знаете, как вкусно? Очень вкусно. Вот. В общем, смотрите. Это нас угостили. Вот это на 200 с копейками рублей обошлось. Представляете? Две сосиски в тесте. Причем такие довольно-таки увесистые. Да? Огромные. Две булочки французских. Прям большие. Большой, большой, смотрите, лаваш. А запах, какой аромат. Вы бы только вот могли бы его почувствовать. Показываю. У меня у самой слюнки текут. Поэтому буду дождаться мужа. Мужа моего буду дождаться. И потом будем пробовать. Вам расскажем обязательно. Надо огород проверить. А то у нас целых полудня дома не было. Что тут изменилось? Давайте посмотрим. Помидорцы спеют. Вот такой маленький, смотрите. Малюсенький, малюсенький. Там еще вон малюсенький. Где-то еще я видела. И помеюшка цветет. Ой, слушайте, у меня что... Слушайте, ну точно гвоздика. Вот это же гвоздика, да? Вон листики, ну да. Она, вот так она, ничего себе. У меня даже гвоздички выросли. Ха-ха. Так. Перцы на месте. Астрочки цветут. Перцы мелкие цветут. И помея цветет и идет в рост. Смотрите. Давайте вот ориентироваться по вот этот уровень. Кто вперед? Гонка. В общем, все нормально. На огороде все хорошо. Все в порядке. Эти цветочки тоже. Знаете, сейчас покажу, что... Идем к Саше в комнату. Так, поднимаем. Да будет свет. Смотрите. Какие огромные стали. Просто. Листья такие. Это еще не пересадило. Тоже ничего. Но я понимаю, если я их пересажу, они тоже будут вот такими яркими, зелеными. Да? Просто красота. Здесь все в рост идет хорошо. Тут все пышет. Это, конечно, чудо природы. Растет. Колосится, зеленится. Столько мелочи пустил. Просто они там мелкие. Смотрите. Пруты, 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 пруты. На перебой. И здесь он со всех сторон. Короче, классно ему. Бенджамин. Помните, я его весь обкарнала. Все листья. Все абсолютно. Бодылки оставила. Вон, пожалуйста, все заколосился. И этот пошел в рост. Умничка, молодец. Хорошо. Прям, прям молодец. Было три листочка. Сейчас вон сколько. Но этот тоже надо пересаживать. Даже может не пересаживать. Я посмотрю, какой из них лучше. Может опять обкарнать вот здесь и сделать. Рассадить. Тут прям сразу три листочка выпустила пальма. Ага, три. Три? Три. Ничего себе. Молодец какая. Ну, в общем, хорошо. Все хорошо. Надо было мне чаще их пересаживать. И, вернее, даже правильно сказать, надо было мне раньше все это сделать. Пересадить их. Ну, вот так. Ай, красота. Красотища. Потом, наверное, поставлю на кухне, чтобы зеленом было. В общем, огород на окне тоже колосится. Ну, а тут картина у нас унылая, дождливая. И уже почти осенние. Ну, что, дорогие друзья мои, пойдемте влог выкладывать. Вы, наверное, сегодня заждались. Сейчас выложу, а от вас жду просмотра и комментарии. Да. Пошли. Приехал Игорь. Разогрели мы сосисоны в тесте. Ставлю их на стол. Сейчас будем пробовать. Ну, запах приятный. Интересно, какая сосиска будет по вкусу. Угу. Здесь уже чай ок готов. Готов. Ну, и нам приятного аппетита, дорогие друзья. И вам. Всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Сосиска получилась из слоеного теста. Ого, она вон пар идет. Я говорю, горячая. Ну, так влажность у нас. Какая банка на запотеша. Но я хочу сказать, что вкус вот этого слоеного теста мне нравится. Это не тот вкус покупного слоеного теста. Вот это вот очень вкусно, правда. Но до сосиски еще не дошла. Ну, что, дорогие мои друзья. Только что из больницы выписали анализы. В общем, мне нужно будет сдать все по гормонам. Проверят. Ну, я так понимаю, кортизол, все остальное. Назначение мне сделали. Значит, мазь травмель в точку, в область, где вот сосцевидного отростка. Где у меня как раз идет очаг боли. Так. И не месулит. Это тоже препарат. Он от воспаления. Пока решается вопрос с анализами. Со всеми этими делами будут снимать таким образом возможно воспаление. Возможно. Назначили КТ. Будут делать. Потом проверка сосудов. На всякий случай. Поскольку, знаете, как получилось. У меня в тот день был стресс. И после этого стресса. Все в ушах, в голове запищало. Запульсировало, заболело, залоймило. И с того момента у меня вот эта вот боль. То есть предположить, что это может быть там растяжение. Мышцу отлежало, да. Продуло. Нет. Вот именно после того стрессового момента. Какого-то, который у меня тогда вечером случился. Первого числа, первого августа. С того момента. Именно с того момента эта боль и появилась. Я прям помню, как она у меня возникла. Так что вот так, дорогие мои. Сейчас еду домой. Мне позвонят по всем результатам. Звонят. Сообщают. Сообщают на когда, куда, что назначено. И звонят точно так же. Сообщают, какие результаты уже пришли готовые. И я хочу сказать, что это очень-очень удобно. У нас врач участковый, она очень хорошая. Очень такой грамотный специалист. И поэтому все цело отдаюсь в руки докторам. Сейчас вот после утренней таблетки как-то легче. До сих пор как-то легче. Но я в это время сидела на норофене и миге. Ну, сказали отменить. Потому что он больше, конечно, от температуры. От таких вот вещей. Да, он обезболивает. Но вот лучше вот это вот попить. Так что завтра за лекарствами. Сегодня я поработала. Завтра жду оплату счета. И уже будет возможность приобрести лекарства. Поэтому такие пока что дела. Народу нет никого. В поликлинике чисто, пусто. Я сразу зашла. Меня тут же приняли. Все это дело выписали. Ну, вот единственное, что придется сейчас подождать. Саму комиссию по ОКТ. То есть тебе назначают и не сразу делают, а комиссия решает. Нужно ли, либо не нужно. Но, скорее всего, мне будет все-таки нужно. Потому что то, что происходит, оно на определенные мысли наталкивает. Тем более мне делали уже МРТ. И с контрастом проверяли сосуды, проверяли гипофиз. Мы подняли этот момент, посмотрели. Ну, пока ничего не связываем. Но, тем не менее, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше перестраховаться. Вот. А мне уже все-таки не 16 лет. Так что, ну, как-то так. Еду домой. Время сейчас. Пол седьмого. Влог вышел. Я сегодня вообще, как Савраска, все успела. Приехали из Нефтьюганска. Все-все-все, что нужно было по дому, сделала по хозяйству. Прибралась, убралась. И единственное, поедине ничего не сделала. Ну, а что теперь? Ладно, у нас что-то там ермолинское есть. А, ну, вот сосиску мы съели, что купили. У меня еще, ребята, растет зуб. Восьмерка. У меня, главное, рос две недели нижний с этой стороны. Сейчас с верхней стороны растет. Поэтому чего-то пить, чего-то есть очень сложно. Особенно, если это теплое или более-менее близко к горячему. Очень тяжело. Но скоро он проклюнется. Слушайте, я как тот малый ребенок. Зубы растут, голова болит. Главное, знаете, в памперсы не впрыгнуть. Ну что, все, едем. Я уже приехала домой, смотрите, залез на папку. Сим. Симая, а ты чего? Красавчик. Глаза такие по пять копеек. Слушай, 50 миллиграмм. Не тебе хватит, потому что здесь тебе два раза в день пять дней. Не подай буквально стопы, чтобы я движок занимать хорошую. Что здесь? Угу. После сапель. Шима. Сим. Ну и мне завтра надо поехать кровь сдать. А где дроп-то? 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 Ну, спи-то. Ну, спи-то. Что тебе? Сима, дроп-то? Привет! Да, дроп-то. Есть только одна проблема. Ну, и что вы думаете? Мы такие голодные-голодные. Да? Мы заказали пиццу, Андрик. Пока Сашки нет. Ну, она в курсе, мы ей сказали. Она такая, вот, как всегда, я в отъезд, вы сразу украли. Ну, у нас так получается, что Саша в отъезд, и мы раз, и пиццу. Ну, мы просто, просто когда Саша уезжает, мы не готовим практически. У нас получается, что она уезжает, когда вся еда кончается в доме. И она уезжает. Ну, и что мы будем готовить? Пиццу. А, ну, готовить-то потом будем, все равно. Ну, да. Так что, заказали, я в любом... Ой, у меня аж голос пропал, представляете? Ничего себе! Простите, перезагружаю. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, заказали пиццу опять в любимом нашем Фудисоне. Нам там очень нравится. Фудисон, это бывший сытый сан. Ням-ням-ням! Что такое? Кто там? Кто там? Чушу-чушу-чушу. Прятаться, прятаться. А кто там? Чушу-чушу-чушу. Чушу-чушу-чушу. Сиди. Чушу-чушу. Он, кстати, рычать начал. Трын-трын-трын. Здравствуйте. Трын-трын-трын. Сим, что такое? Папа там рассчитывается. Ой, Сашка, прости. Приедешь, закажем пиццу. Самое главное, в этот раз мы не забыли соуса заказать. Представляете? Сейчас меня накормят. Сейчас я буду ужать. Тут соусы и все такое. Давайте. Это пицца, раз. Ай, мы не успеваем. Это пицца, два. Эй. Ну что ты, дай полюбоваться. Сейчас девчонки будут вечером, на ночь смотреть. Да, все хорошо, спим. Перед сном. Обидятся, скажет Вика. Почему не показали подробно? Они побегут опять есть. Да, я прям хочу попробовать. О, все хорошо. Заступите. Простите. Я буду пробовать. Закрывайте. Темпераментура. 51. Нормально. Пойдет. Она как бы подостыла с лягонца. Ну мы уже два раза открыли. Тут 53. Ну было 56, я думаю, точно. Все вкусы чувствуются. Очень вкусненькое. Ой. Ребятки, я тут пока пробу снимаю. Вы пишите, какая вам пицца нравится. Вот какую вы любите. Мы вот однозначно, Саши, очень любим с ветчиной с грибами. Она такая легонькая получается. Пепперони любим. Любим с охотничьими колбасками, с вашего позволения. Четыре сыра очень нравится. Какая-нибудь сливочная грибная нравится. Да, всякие. Да, всякие. Нравится. Единственное, что очень жирные мы не любим. Потому что, ну, сами понимаете, это тяжко. Неплохо. Ну, она такая. Вот это вот. Первый раз заказали вот эту. Она такая сочненькая, но не жирная, правда? Очень сочная. Хотя здесь есть и бекончик. Ну, правда. А соусы, соусы еще есть. Нам как-то писали. Вика, почему ты вырезаешь те моменты, где вы едите? Ну, типа, по эмоциям первым можно понять, там, вкусно-невкусно. Мы вообще с Игорем всегда выпиливаем такие моменты, где мы там жуем, что-то пробуем. Потому что, ну, жующий человек, наверное, это как-то неприлично. Нескромно, неэтично. Ну, может, как-то это смотрится все-таки. Вот, пробую. Ем на камеру. Как-то новые тенденции, мода. Букбанг, да? Ютуб просит. Ютуб требует. Да и как-то аудитория, знаете, стала какая-то все-таки у нас предвзятая на Ютубе. Не лично у нас на канале, а вообще на Ютубе с запросами. Вот, у меня видео вышло про то, что мы сдали тест на то, что вслух не говорят, да, на эту причину пандемии. Слушайте, так там 17 дизлайков нашлепали. Так много? Вы хотя бы написали-то хоть за что? Или вы, наверное, огорчились, что... В больницу не попали. Что в больницу не попали, да? Что у нас не так все плохо, не смертельно, не погибаем, не умираем. Как показалось, что она дозорит. За что столько дизлайков? Непонятно. Хоть бы один бы набрался смелости, бы написал, за что дизлайк. Или вы хотите, чтобы тут кровь, слезы, сопли, слюни увозят, умирают, могилки и все такое? Я вот что-то понять не могу, друзья, как-то вот. А если я скажу... Интересно, какова будет реакция на то видео, где будет результат, когда мы озвучили результат. Ну, я пока еще не знаю, потому что я... Только в монтаже будет. Ну, я прям предвкушаю. Опять закидайте дизлайками. Мне приятно, конечно. Ну, ладно. Да, и еще привезли чизкейки. Это, как бы, в общем, такое, извините за прошлый заказ. Дело в том, что мы в прошлом заказе получили пиццу слегка пригоревшую. Ну, пригоревшую больше нормы. И поэтому мне звонил менеджер, мы все уточняли. И в итоге он сказал, что я вам привяжу к вашему номеру телефона два чизкейка. И, в принципе, пожалуйста. Вот, привезли. Это соусы. Вика их обожает. Я к ним, ну, по большому счету, равнодушен. Саша тоже их любит. Саша тоже очень любит. Вот корочки как раз доедать. Да. У нас многие доставки делают соусы. И вот ням-ням. О! О-о-о-о! У меня сразу нос прошиба. Все прошиба. Но я чувствую острый, да. А! Простите. А на острый чесночный. Ого. Наши виски добануло прийти. Ну, все. Приятного нам аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.